В ежедневной рутине мы порой забываем уделить себе время, а это очень важно. Вечерние часы это прекрасное время, чтобы поухаживать за своим телом, кожей и душевным состоянием. Еще до начала ритуалов я наношу уход на волосы, тогда он успеет впитаться до принятия душа, и мои волосы будут более мягкими и ухоженными. А еще я делаю легкий массаж головы, чтобы активизировать кровообращение. Свой спокойный вечер сегодня я решила начать с растяжки. К сожалению, я редко ее делаю, но в те дни, когда все же это удается, я начинаю ощущать большую гармонию со своим телом. На фоне я включаю приятную музыку, она помогает мне настроиться на нужную волну и отличься от мыслей суеты. Растяжку я делаю интуитивно и подбираю упражнения под свои ощущения сегодня. Такие упражнения дарят мне чувство расслабления и приятного ощущения внутри. Во время растяжки я сконцентрирована только на своем теле, а из головы будто улетают все-все мысли. И это на самом деле приятное ощущение. Один из моих самых любимых вечерних ритуалов – это, конечно же, уход за кожей лица. Сейчас на моем лице нет макияжа, поэтому я пропускаю шаг с мицеллярной водой. В последнее время мне очень полюбился формат мыла. У меня специальное мягкое мыло, которое предназначено именно для лица. Оно не пересушивает кожу и дает очень приятное чувство чистоты. Также один-два раза в неделю я использую энзимную пудру для скрабирования лица. В отличие от обычных скрабов, она имеет более мелкие частицы и более деликатно очищает лицо. После нее моя кожа действительно очень и очень мягкая и нежная. Кстати, все средства, что я вам сегодня покажу, это мои настоящие фавориты и мастхэвы, поэтому я постараюсь оставить все ссылки в описании. Далее я принимаю теплый душ. Он позволяет мне расслабить не только тело, но и мысли. Вода будто смывает все переживания, тревоги и дарит чувство легкости и обновления. В душе я люблю использовать лосьоны на маслянистой основе. Они делают кожу увлажненной уже во время душа. И после мне не нужно наносить крем на все тело. Моя кожа и без этого хорошо увлажнена. И в целом я не люблю наносить много кремов на ночь, а сохранять такое чувство чистоты на протяжении всей ночи. Средства, которые я использую в своем вечернем уходе после душа, всегда разные. Они зависят как от состояния моей кожи на данный момент, так и просто от настроения. Сегодня я выбрала 5 средств для своего лица и тела. Первым шагом я нанесла легкую водянистую сыворотку для восстановления кожи. Далее я наношу гель на кожу вокруг глаз. Со временем у меня появляется все больше уверенности в том, что эта зона действительно требует особого ухода. И уже на все лицо я наношу восстанавливающий крем. Кстати говоря, он действительно успокаивает кожу и дает заживляющий эффект на утро. Параллельно с этим я делаю небольшой массаж лица. И кстати, у меня к вам вопрос. Используете ли вы специальные предметы для массажа лица и нравятся ли они вам? Напишите пожалуйста в комментариях, вы мне очень сильно поможете. Особое внимание зимой я уделяю коже рук и коже ступней. Поэтому я наношу свои самые любимые крема, которые не только хорошо воздействуют на кожу, но и просто приятны в использовании, поэтому они добавляют особую вечернюю атмосферу. Далее я переодеваюсь в уютную одежду и перемещаюсь на кухню. Я стараюсь пить некрепкий травяной чай, но отказаться от него вовсе в вечернее время я просто не могу. Я очень люблю пить горячий чай после теплого душа, и это для меня действительно такая вечерняя приятная рутина. Я могу назвать этот период самым расслабляющим, потому что я уже успела поухаживать за своим телом, за своим душевным спокойствием, и я просто нахожусь в гармонии, настраиваюсь на сон и на новый грядущий день. Параллельно с чаепитием я люблю заниматься приятным делом. Это может быть что-то полезное, например, чтение, или же просто просмотр любимого фильма, сериала. Спасибо, что провели этот вечер вместе со мной. Я буду очень рада, если вы подпишетесь на канал, а также ставьте уведомления, чтобы не пропускать мои новые видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok